Медиабизнес Наши гости в основном это генеральные директоры, а коммерческие Которые рассказывают о том, как устроен механизм зарабатывать денег То есть считается, что мы главные редакторы деньги тратим А есть какие-то другие люди, которые зарабатывают Наверное Вот сегодня тем любопытнее будет узнать взгляд главного редактора Тем более такого бизнесового известного издания, как Forbes На бизнес-сторону медиа Но для начала в двух словах Я думаю, что все знают, что такое Forbes Тем не менее, титульные данные Самого известного издания В двух словах Сколько у вас, какой тираж, кто ваша аудитория И сколько лет на рынке Тираж у нас около 100 тысяч Русский Forbes выходит в 2009 год Аудитория у нас более миллиона человек по России А как это? Для меня загадка 100 тысяч тираж, аудитория более миллиона Значит, один журнал читает примерно 12 человек Ничего себе Да, но вы знаете, честно говоря, я не работаю в ТНС Я не могу сказать, как производятся расчеты Ну да, это круто Но вы знаете, это подтверждено данными по цитируемости медиалоги У нас тоже огромный индекс цитируемости Ему номер один среди журналов И за нами Нью Таймс на втором месте И мы с огромным отрывом И соглашусь, и я даже я сам у меня Ну, моя личная почта настроена таким образом Ну, вот есть настройки этой главной страницы У меня почта в Яндексе И там у меня в новостях есть Forbes То есть я получаю из Forbes в том числе Есть еще какие-то То есть Forbes это не только большие истории, но и новости Это приятно слышать Не только рейтинги Не только богатейшие, но еще и новости Недавно читал статью, ну как, не так уж недавно Миллиардер без диплома Вот, по-моему, ваша статья из Forbes Спорно Здорово, что вы помните А что спорно было? Ну, про миллиардера без диплома Ну, мы сейчас не про это Смотрите Вы имеете в виду Тиля, который спонсирует Людей заниматься бизнесом Не тратя время на высшее образование Елизавета, давайте сейчас мы не про эту тему будем говорить Хорошо, давайте Сразу видно главный редактор Сразу про содержание Вот смотрите Еще в двух словах Ваша основная бизнес-модель рекламная, да? Да, наверное, можно так сказать Есть подписка, есть розница Распространение в розницу, как правило, не окупает себестоимость Даже вот самой печати Ну, или только еле-еле Мы не будем вдаваться в детали Все-таки это Ну, в такие подробности Все-таки, опять же, это же не газета То есть там немножко по-другому Ну, да Вот Ну, в общем, классическое бизнес-издание Скажем так, основные доходы мы получаем от рекламы Да В связи с этим Вот расскажите в двух словах Что вы думаете вообще, в принципе, о развитии медиа Как бизнеса со стороны главного редактора Как вам это видится? И как вы взаимодействуете со своим коммерческим отделом? Вот, наверное, сначала общий такой, более фундаментальный взгляд Ну, вы знаете, вы задали два вопроса в одном, на самом деле Я отвечу на вторую часть Потому что проще Я сейчас сразу добавлю Ведь вот этот пример я привел вначале не зря Я ведь не покупаю журнал Forbes Я читаю его из разных источников И, похоже, я вот как раз там ничего не плачу Рекламу мне не показывают Ну, вот как-то так Но это плохо, что вы его не покупаете Потому что Смотрите, какая история Вы меня сразу подталкиваете к ответу на первую часть вопроса Давайте я тогда начну сразу Про, так сказать, большую такую тему История состоит в том, что качественные медиа Это очень дорогая штука в производстве В том смысле, что немногие вообще СМИ могут себе позволить Такую роскошь, как заниматься расследовательской журналистикой Составлением сложных рейтингов Действительно, за этим стоят большие, долгие расчеты Это достаточно скрупулезная работа Над которой работают, ну, в общем, не глупые совсем люди Которые тратят довольно много своего времени А, кстати, давайте мы нашим телезрителям дадим Какую-то вот точку для понимания Вот смотрите, у вас содержательных страниц Ну, сколько? 80-100 содержания Ну, когда и побольше Когда и побольше Значит, журналист, хороший, качественный Напишет одну статью, там, мощное расследование Один раз в номер, а то и раз в два номера Подождите, вы меня сейчас уведете Дайте я на первый же ваш вопрос отвечу И история состоит в том, что раньше существовала в чистом виде рекламная модель Которая, ну, во всяком случае, в России Которая позволяла заниматься этой роскошью Такой, как вот эта сложная и умная журналистика И давать качественную информацию А, к счастью, и сейчас в России есть издание Которым рекламная модель позволяет это делать Но мы понимаем, что Конец близок Что не конец близок А что эта содержательная часть Контент, как принято сейчас говорить Он очень дорого стоит Поэтому мы будем добиваться Так или иначе, но последовательно Чтобы за эту информацию люди платили В том числе Я не говорю сейчас о переводе На какую-то платную, бесплатную модель Я говорю сейчас в общем Мне кажется, что, в принципе, труд Квалифицированный труд журналистов Должен быть оплачен Иначе общество не получит качественную информацию Я вам хочу сказать, что очень многие медиа Даже далекие от бизнеса Политические медиа Я не могу просто там сейчас называть Но я просто знаю, что люди об этом думают Они думают о том, как конвертировать Именно содержание в деньги Потому что одной рекламной модели Может просто не хватить Кроме того, ваш бизнес Когда он стоит на двух ногах Он более уверенно себя чувствует Чем когда он стоит на одной Потому что кризис, например, 2008 года Показал, как неустойчива может быть рекламная модель Потому что если у вас большая доля Например, скажем так, иронично Товаров народного потребления высокой стоимости То есть лакшери Если их доля в рекламных доходах высока То они просто хлопываются в один момент И многие глянцевые издания Остались просто без средств к существованию Если все это не подкрепляется продажей тиража То это просто путь в никуда Другое дело, что это ставит колоссальные вызовы Перед вообще медийщиками И главными редакторами И не только перед редакциями Но и перед генеральными директорами В этом смысле это огромное поле Для совместной работы Концептуальной, интеллектуальной Как сделать в эпоху интернета Чтобы большие бренды, СМИ СМИ, которые работают под брендами Все-таки Forbes это огромный бренд Главная его стоимость Это знаете, как у Coca-Cola Если вы посчитаете в стоимости компании Coca-Cola Стоимость бренда Coca-Cola Вы выясните, что собственно это самое главное Но он считается обратным счетом Сначала берется общая стоимость Coca-Cola Вычитается стоимость заводов И оказывается, что стоимость заводов ничтожна По сравнению с общей стоимостью Ну а у нас, если понимаете Если у нас люди голосуют ногами Если люди уйдут, то останется только бренд Я имею ввиду сотрудники То есть вы за компьютеры много не выручите То есть они там спишутся по остаточной стоимости То есть все это бренд Этот бренд формируется трудом этих людей Так вот, это большая такая задача Понять, почему уже аудитория В эпоху интернета Должна потреблять продукцию Брендированную продукцию Я имею ввиду в данном случае Интеллектуальную продукцию Статьи То есть почему статьи Выпущенные Скомбинированные Под брендом Forbes Или скомбинированные Под любым другим брендом Ну так сказать Которые редактор сказал написать Или придумал вместе Редакция придумала Редактор поддержал Почему именно в этой комбинации Люди должны их потреблять Вы нашли для себя ответ? Ну мы всегда Знаете, если бы я нашла ответ Я сама была бы в списке Forbes Поверьте мне И тот, кто это найдет Ответы на этот вопрос Не знает там Ни Лайнел Барбар Главный редактор Financial Times Ни Руперт Мердок Владелец Wall Street Journal Мало вообще кто знает ответы Сейчас, ну смотрите Мне кажется, что здесь Он ответ-то может быть И не так сложен, как кажется Вот смотрите Когда я для себя Формирую Скажите мне Я попаду в список Forbes Окей Формирую перечень СМИ Которые у меня на главной странице Вот когда я захожу в интернет Значит, я изначально доверяю Нескольким брендам Их немного То есть вот я типичный Медиапотребитель Я не могу потребить все И в этом смысле Я согласен с утверждением Что вот когда говорят Вот в интернете все есть Да, но ты попробуй это собери И в этом смысле Работа редактора Еще долго будет востребована Потому что он уже собрал Итак, я изначально доверяю Нескольким крупным брендам Они у меня На страничке Подают мне новости Да И я уже дальше их читаю До тех пор Пока не пойму Что, например Вот что-то я здесь Совсем уже ничего не читаю Тогда я заменю То есть изначально Я прихожу на бренд На ваш А потом Вы подтверждаете Ну, как бы Своей ежедневной работой Качество этого бренда Это так и есть Спасибо, что вы есть Да Не все Раскрою вам тайну страшную Не все так поступают Некоторые, например Вот я открываю Утром Два сайта Один из которых Forbes А другой не буду пиарить В интернете Но это ведущая деловая Российская СМИ Вот А в остальном Я вообще пользуюсь Рекомендациями друзей В Фейсбуке Хорошо Понимаете И набор вот этих Один Мне в целом все равно Кто На какой площадке Опубликовал Это СМИ Но Это еще Ладно Это не самое страшное Вот вы отметили Что вы Одна новость хорошая Вы потребляете СМИ И следуете Вы такой Бренд-фоллвер Очень хорошо Но вы за это не платите Вот За это вас надо Как-то наказать Ну или предложить Что-то такое Либо я должен Посмотреть рекламу Вместе с вашей страничкой Я ее, наверное, посмотрю Либо Я сейчас выскажу Своё частное мнение Я выскажу Своё частное мнение Исключительно Не как главный Редактор Forbes А как потребитель Вы Ну вот Просто сами скажите Вы много смотрите Рекламы Когда вы читаете статью Вообще Конечно нет Вообще Даже если она перекрывает экран Я быстро нахожу Вот этот вот крестик Быстро ее закрываю И даже никогда В сознании не остается Что же это было Какой ролик Должен снять рекламодатель Чтобы вы не отрываясь Смотрели его 10 минут Он должен, мне кажется Тарантино нанять Нет? Справедливое замечание А тогда что делать? А как монетизировать? Ну тогда делать Вот Очень хороший вопрос Вот вы прочитали Три статьи на сайте Forbes А за четвертую Приехали Надо заплатить Нет, мы не пробовали Но если вы Обратитесь К опыту Например Одного из самых Успешных СМИ Современности Financial Times В смысле Ну во всех Во всех отношениях То их платная модель Ведет их К paywall Да? Ведет их В общем К большому бизнесу Успеху Более того Они журналистов Перенастраивают на то Чтобы они Ну скажем так Даже уже сейчас Не в равной степени А в большей степени Работали на интернет То есть это такая Но там paywall стоит на все Смотрите Елизавета Тут тогда возникает Вот какой момент Ну классически Много лет Для журналиста Главный ориентир Это был главный редактор Который давал ему задание И давал оценку Давал обратную связь Так вот здесь прекрасно Сейчас сейчас Когда появляется Прямая связь Вот журналист Опубликовал статью И там видно Какое количество людей Прочитало Заплатило Там и прочее И вот тут Не возникает ли здесь Некого такого конфликта Интересов Писать Между журналистом И редакцией Да Писать А кто зарплату Будет журналисту платить Ну то есть Как бы Он написал Одну хорошую статью Да Он два месяца Он два месяца Этим занимался Да Прочитало там 20 тысяч Там Здорово Поздравляю Два месяца Он этим занимался Кто бы ему эти два месяца Платил зарплату Кто будет кормить его семью Кто будет покупать ему Мюсли на завтрак Подождите А не появляется ли здесь Вот какая вещь Если журналист видит Что его материалы Стабильно Очень хорошо читаются Не возникает ли у него Соблазна стать блогером Сам себе СМИ И все До свидания Можешь попробовать Но я с такими блогерами Что-то не сталкивалась Вот за рубежом Мне Ну наверное Какие-то есть Такие одиночки Ну вот например Джулиан Ассанж Наверное может В принципе К этой категории За это он сидит Сейчас в закрытой комнате Ну Я так понимаю Что не ради денег Да Он этим занимался Ну то есть Мне представляется С точки зрения Вот знаете Есть такая категория людей Называется Профессия даже Теоретики СМИ Теоретики СМИ Думают Я даже знаю Двух человек Я тоже знаю Тоже именно двух Они считают Что так можно Я считаю Что это идеализм Что так В реальной жизни Так не работает Или не будет работать В ближайшие Десять лет Хорошо Тогда вот какой вопрос Как тогда В России точно Не будет работать В России Весь краудфинансинг Это вы видите Ну вы же сами видите Пусть 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 Смотрите Тогда вот давайте Сейчас поговорим Вот о чем Как тогда В современных условиях Когда теперь Журналист может получить Прямую связь От конечного читателя Увидев сколько людей Что они написали Какие комментарии И еще редактор Вот как теперь Найти новое взаимодействие И понимать Какие материалы Востребованы Какие нет Которые дают рекламу Которые не дают Вот поговорим об этом Во второй части нашей программы Дорогие друзья Рекламная пауза Дорогие друзья Снова здравствуйте Продолжаем программу Медиабизнес С вами в студии работают Василий Богданов И Ирина Кулагина Здравствуйте Напоминаю о том Что у нас в гостях Елизавета Осетинская Главный редактор Журнала Forbes Еще раз привет Еще раз здравствуйте Основились вот на каком моменте Значит Если раньше Связь с читателем Была Ну как бы Конкретной Но опосредованной То есть есть проданный тираж 100 тысяч продали Молодцы Но кто конкретно Что прочитал Нужно было измерять Там путем опросов Что-то еще Каких-то там Исследований и прочее Сейчас Связь зачастую прямая Вот выложили статьи в интернет И там все видно Кто что прочитал Сколько человек Какие написали Отзывы и прочее В связи с этим Изменилась ли работа Главного редактора И журналистов Получилась ли другая В базовом Извините что я вас перебила Вы в базовом посыле Не правы Да Потому что сейчас Ценность людей Которые пошли И купили журнал Она выше Чем тогда Когда это не было Бесплатно выложено В интернет Более того Вот это Бесплатное выкладывание В интернет Для меня Это в каком-то смысле Нож по сердцу Но это не нож по сердцу Это Ну понимаете Как бы Это Ограниченно Осмысленное действие Потому что С одной стороны Я хочу Чтобы материал Прочитало Как можно больше людей Потому что Ну это резонанс Это тот самый Индекс цитируемости Это та самая Аудитория Вот вы меня спрашиваете Как аудитория Там миллион двести Вот так Ну кстати Вот так В том числе Люди Которые читали Но при этом Что такое Тираж сто тысяч Это значит Эти сто тысяч Пошли И заплатили деньги И для меня Ценность людей Которые Заплатили деньги Она Ну так сказать Неизмеримо Возрастает Потому что Эти люди Не просто Оценили Качество статьи Лайком Они Совершили Активное действие Это такая же Примерная разница Как поставить лайк Что мне там Не нравится что-то И выйти на акцию Протеста Или там Это намного более Такой Осознанный поступок Осмысленный Вот То же самое Но мне кажется Что к этим Осмысленным действиям Еще можно Я имею ввиду В медиабизнесе Подталкивать людей Потому что Люди должны понять Что если они хотят Качественную информацию То они должны За нее платить В свою очередь Мы редакторы В целом Должны понять Что Халтура Не прокатит Вот что самое главное Вот какой главный вызов На самом деле Сейчас открывает интернет Для редакторов Потому что Набор материалов В котором Условно говоря Два Имеют ценность А восемь Не имеют ценности Или они имеют Более слабые Они недостаточно Эксклюзивные Они недостаточно Хорошо написаны Они недостаточно Хорошо оформлены Если говорить О бумаге Ну и если говорить Об интернете Тоже Такая вот Халтурка Она не прокатит Потому что Только за Десять Действительно Стоящих Материалов Люди заплатят Вот Это открывает Новый вызов Если вы меня спросите Какой главный вызов Стоит перед Там Редактором Это Быть интересным Непрерывно Вызывать Раздражение Каких-то Рецепторов В человеке Которые Побуждают Интерес Приходите покупать В конечном итоге Где-то в интерес Вот Причем Есть еще Да Есть еще Одна Сложность Которая Обнаружилась Ну Обнаружилась За годы Тренировки В отрасли Что Журналистика Мнений Импульсно Более востребована Чем журналистика Фактов То есть Мнение Трубадура Или Так сказать Ну Какого-то Протестного Там Человека Или человека Который просто Выхватывает Что-то Но И Об этом Громко Говорит Оно В моменте Более востребовано То есть Потому что Оно вызывает У людей Эмоциональный Эмоциональный Отклик какой-то Да Интеллектуальный Продукт Который Анализирует Взаимосвязи Подсчитывает Что-то Так сказать И выдает Вот какой-то Результат Пищу для Размышлений Оно вызывает В принципе Меньший Отклик В людях Потому что Оно больше Связано с Интеллектом Нежели С эмоцией Ну Может быть Я сейчас Там усложняю Я понимаю Вот Поэтому Это тоже Во-первых Некая комбинаторика Но Надо не забывать О том Что вот этот продукт Вот эта фабрика Мнений Она складывается В головах У людей На основе Фактов Эти факты И Так сказать Эти взаимосвязи Анализируем мы Понимаете Вот То есть Мы немножко Я поскольку В принципе Сторонница Ну Большей степени Журналистики Факта Потому что Ну Мне кажется Что это просто Более Трудоемкая И поэтому С моей точки зрения Более уважаемая Работа Для меня В моей внутренней Шкале ценностей Вот То есть Откопать Понять Проанализируем Не просто Откопать И вывалить А откопать Понять Разобраться Пойти по следу И Оформить это В историю Это Ну Это колоссальная Я просто вижу Сколько людей Какого уровня Люди Над этим Работают Ну Вот В конечном итоге Когда человек приходит И платит Там Сколько 150 рублей Или сколько стоит Форбс В рознице Он Вот вам кажется Ради чего Все-таки Ради Блогов Ради страничек Колумбнистов Ради мнения Или ради Вот этих Развернутых Аналитических Мне кажется Там есть Несколько Составляющих Одна из которых Безусловно Это Ну Желание быть Причастным К успеху То есть Форбс В первую очередь Конечно Ассоциируется С успехом В бизнесе Потому что Он это измеряет И есть такое Ну Следование Вот этому Но И Это нам Помогает И я Очень рада Что мы Остаемся Таким инструментом Успеха С другой стороны Мне кажется Что И Полезность Этой информации Ну Для того Чтобы Повторить Отчасти Этот успех Или Как-то Приобщиться К этому Успеху И Интересность Этой информации В том смысле Что где-то Вскрыты Какие-то Истории Которые До этого Никто Не вскрывал И не шел По следу Не выкапывал И какие-то Новые Вскрытые Истории Я думаю Что это Три составляющие Мнение Да Можете Сказать Целевая аудитория Кто Кто покупает Журнал И кто читает Вы можете Ну Да Это Собственно Изучает Маркетинговая служба Это Люди У нас Кстати Достаточно Большой процент Молодой аудитории Которые Стремятся 25-35 Которые Хотят быть Перчастными Да И Также Люди 35 плюс Это Люди Там Достаточно Много Менеджеров Топ Менеджеров Людей С собственным Бизнесом Ну Это Скажем так Экономически Активные Люди Люди Которые хотят Что-то добиться Смотрите Хорошо Тогда Из этого вопроса Другой Вот Вы же следите Наверняка За конкурентным Окружением По вашей оценке Вот эта Качественная Журналистика Дорогая Требующая Двухмесячной Работы Журналиста Она Ее меньше Становится Вам Ваша Поляна Она Более Становится Просторней Или Уходит с нее Издание Уходит в более Простые Формы Или нет Мне кажется Она становится Меньше И лучше Меньше И лучше Меньше Игроков Мне кажется Что игроков Становится Меньше Ну Послушайте Даже Если вы Посмотрите На нишу Журналов Ежемесячных Журналов Там Почти нет В деловом Сигнете Еженедельников Закрылось Ну Просто Закрылось Два Там Очень хороших Еженедельника Там Смарт Мани Закрылся Причем Он мог Вытянуть Кризис Была своя По крайней мере Концепция Своё лицо Было Закрылся Позже Закрылся Финанс Ну И В общем Количество игроков Ну что Сокращается Но те Кто остаются Они Мне кажется Роют Глубже И здесь Есть секрет Успеха На перспективу Или Все-таки Массовый читатель Будет уходить Вот в такие Бесплатные Формы У нас в принципе Не массовый читатель У нас в принципе Не массовый читатель И информация И истории Которые мы даем Эта информация В общем Они содержат Элемент полезности И Это была С самого начала Игра по правилам Что это Need to know И как бы Если тебе нужно Ты пойдешь и купишь То есть Я надеюсь Что вообще Вся эта проблема Трансформации медиа Вся эта задача Трансформации медиа Она имеет свою Специфику Для деловых СМИ Потому что деловые СМИ Они Ну они необходимы людям Ну да Развлечения людям Тоже необходимы Но Люди могут Находить разные Каналы развлечений Там другие И больше возможностей На самом деле Ты можешь не прочитать Журнал Можешь пойти в кино Ты можешь не прочитать Журнал Пойти там На какой-то интернет-портал Вот А деловую информацию Ты не почерпнешь нигде Ты же не можешь Обижать А вот смотрите Необычная такая постановка Может быть А вас это радует Или не очень Потому что смотрите Происходящее все Ну да То есть с одной стороны Это можно объяснить тем Что да Вот мы очень качественная Журналистика Ее становится меньше Но и нам лучше Там на этом рынке Либо становится меньше Людей Которые интересуются И которые готовы платить Может быть бизнес Вообще как-то Вот размазывается И исчезает И ему ничего уже не надо Хороший вопрос Я в силу Врожденного оптимизма Верю в лучшее Вот Я думаю Что Мне вообще интересно Потому что Трансформация Происходит сейчас Конечно Знаете Если бы я там Родилась на 20 лет раньше И я вот там Работала бы В какой-нибудь Умудренной газете Нет Ну может я бы Родилась не в России Я бы работала там В Нью-Йорк Таймсе Мне было бы Потому что эмоционально Трудно все это воспринимать Но мне эмоционально Это воспринимать Не трудно Потому что Я могу перейти Там Из бумаги в интернет Из интернета Там В онлайн телевидение В онлайн телевидение Назад в бумагу И на самом деле Это все равно все Так сказать Каналы дистрибуции В целом Это все каналы Распространения информации Я же Нахожусь В точке Производства информации То есть Моя сильная сторона В производстве информации Вот А это все очень интересно Я люблю все новое Мне ужасно нравится там учиться Хорошо Поэтому эмоционально Мне в принципе это легко То есть я не сижу И не там Бу-бу-бу Тогда вот смотрите У нас в одной из прошлых программ Выступал тоже ваш коллега Из Комсомольской правды Вот он рассказывал Что Сергей Тузов Что один раз Вот современный бизнес требует Что один раз Ты создал контент Его можно много раз переупаковать Много раз продать Вот вы сейчас не думаете о том Чтобы тот контент Дорогой Качественный Который у вас создается В редакции Уже Его выпустить там В радийном каком-то формате В телевизионном В каком-то еще там Не знаю Конференционном Ну вы знаете Мы недавно совершенно сделали Сделали как раз Попытку в радио У нас совместная программа На Финам ФМ С Сергеем Медведевым Это называется На археологии Археология с Форбс И мы там То есть Ищите формы Мы собственно Там такая Часовая программа Мы там как раз Реализуем Свою вот эту Опинен Сильную сторону То есть у нас там Такая программа Мнения И как раз Это же у нас тоже есть У нас Такой достаточно толстый И сильный набор Колумнистов Мы приглашаем этих колумнистов Ну кстати Широкого спектра Не создавать Своё собственное Новое медиа Что в общем Дорого и непонятно А вступать в коалиции С другими Абсолютно Абсолютно Тем более что Телевизор Там ещё более Дорогая история У нас есть Своё такое Онлайн Небольшое телевидение То есть мы делаем ролики Но В принципе Why not То есть я бы не исключала Как раз А где вас можно увидеть Это наши ролики Можно увидеть у нас На сайте Ну кстати Некоторое время назад У Форбса же не было сайта Там что-то связано С лицензией было А потом он появился Да-да-да-да Сайт Нет Ну это уже было Давно Сайт есть Сейчас кстати Мы провели Недавно совсем Второй по счёту Редизайн То есть у нас уже Третий дизайн Он позволил Просто вы когда сказали Про новости Это для меня было важно Потому что мне кажется Мы сделали его более новостным Мы насытили его информацией То есть он Да-да Это важно Потому что ежемесячный журнал Он слишком редко и контакт А когда у него новости Ты получаешь Ну вообще это так скрестить Конечно Орлай Трепетный лайн Ежемесячный журнал Где люди в тишине Должны идти по следу Искать Считать И в то же время И в то же время Они прорывные ленты Да Мне кажется Что у нас это получается Конечно усилиями У нас есть онлайн редакция Там есть шеф-редактор Роман Баданин Он конечно его В том числе усилиями Это всё Да Елизавета Пожелаем вам в этом удачи А вас попрошу Что-нибудь пожелать Нашим телезрителям В завершении программы Знаете, я пожелаю телезрителям Не терять живость Приобретать, скажем так Живость ума Которая позволяет Потреблять Действительно стоящую информацию И желаю, чтобы количество Источников этой информации На самом деле росло Это означает Экономическое благосостояние Потому что Если с этим всё в порядке То экономика может прокормить Определённое количество изданий В интернете и в бумаге Спасибо Дорогие друзья В гостях у нас была Елизавета Остинская Главный редактор журнала Forbes А программу вели Василий Богданов и Ирина Кулагина До свидания